Деятельность и горе правителей, которым, как мы уже говорили, народ не доверяет. Результаты опроса после подсчета планируется довести до депутатов Луганского областного совета, народных депутатов Украины, ООН, президента Российской Федерации, председателя Евросоюза и президента США. Мы показали этим социальным опросом, социологическим, показали всему миру, что в Украине многие граждане имеют свою точку зрения и имеют свою отлично от провластной план на демократическое развитие Украины. Мы требуем всеукраинского референдума по вопросу федерализации Украины. Луганск – это восточная ворота Украины, и мы, луганчане, наравне с жителями всех регионов Украины, имеем право быть представленными во власти, в экономике, в культуре и во всех сферах деятельности государства. А в своем регионе мы должны быть и будем хозяевами. Значит, инициативная группа наша предлагает сделать такое, еще провести мероприятие – собрать все общественные организации наши, которые бы защищали интересы русскоязычного населения Луганской области, собрать их все в единое движение. И эту конференцию мы предлагаем провести в пятницу вместе с отчетом по референдуму. Вот сейчас у нас есть проект договора о сотрудничестве и взаимодействии общественных организаций на равноправной основе в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан Луганской и Луганской области. Давайте проголосуем. Даете вы нам такие полномочия? Да! Даем! Спасибо! Благодарим вас! Замечательное предложение было высказано сейчас. Я предлагаю, вот обращаюсь к вам со следующим. В среда проводится внеочередная сессия депутатов областного совета, которая инициирует на пятницу съезд здесь, в Луганске, депутатов всех уровней, от городов, районов, сел, поселков, все советы, делегаты на съезд. Проводим съезд представителями профсоюза. Профсоюзы не шкурники, приезжай сюда, поддерживай трудовую Луганщину. Всех депутатов, включая народных, прибыл сюда в пятницу наш депутат. Там с ними голосуешь. Иди отсюда, слуганщины, мерзавец. Мы тебя будем отзывать в свои мандаты доверия таким депутатам, которые не приедут в пятницу на наш общий съезд. А в выходные выйти вот так всеми и донести результаты съезда всех депутатов. Хватит нас через интернет кормить. Хватит нам давать вот эти пустые, никому не нужные обещания. А в это время нас вяжут по тюрьмам наших ребят гнобят. За них надо заступаться и вполне конкретно заступаться. Сейчас предоставляю слово своему товарищу депутату Миловского районного совета Бургимченко Николаю. Здравствуйте, товарищи, земляки, славяне! Я как депутат района совета Миловского района, депутат коммунист, председатель фракции Компартии Украины, заявляю, что по всем городам, районам проходят такие митинги. Но еще пассивность проявляется. Я являюсь первым секретарем Миловского района, и там мне, как депутату, как коммунисту, запрещает местная власть, прокуратура проводить всякие мероприятия, запрещает через всякие незаконные суды. Мы, коммунисты и стоящие здесь, мы никогда не станем на колени. Мы, славяне, славянский народ, вот требуем, чтобы провели референдум, референдум, возвратили тот, законные, те самые подписи, которые Компартия собрала 3,5 миллиона. Это было собрано законным, легитимным, которое Центральная избирательная комиссия не пропустила. Объединяемся в кулак и требуем от избранных депутатов районных советов городских требования, будь то коммунист, регионал и какой-то другой. Приносим резолюции, собираемся в митинги. Объединяемся в единое тело. Спасибо. А теперь женщина от всей души хочет зачитать свои стихи. Ну не можем, душевный порыв. Елена, житель Луганска. Вставайте, люди, братья, сестры, на бой тяжелый, за страну. Героев Беркут распустили, а набирают нацшпану, националистическую шпану. С ног на главу мир перевернут. Масоны запад правят бал, кровавую готовят бойню. Такую, мир, что не видал. Фашисты-ярыш, президенты, герои у наших на допрос. За то, что мира мы хотели, а не хотим фашизма вновь. Вставайте, люди, не молчите. Мы не дадим решать за нас. Активность в арсенал возьмите. Пусть слышат праведный наш глаз. Мы выступаем с требованием освобождения полизвлеченных заключенных народного сопротивления. Харитонова, Квинчаева, Губарева. Еще одно. Значит, вчера я узнаю, что это было в настоящее время, которое посвящено Харитону. Харитону, свободу, 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 свободу! Так как сегодня у нас намного многочисленнее митинг, вчера я уже читала это стихотворение второе, которое посвящено этим героям, им и другим героям народного сопротивления посвящается. В дни ликования Кагала, когда Иуда и злодеи среди всеобщего развала, слынут за лучших из людей, когда спокойно в пламя бросит, внуковый сын сбежал отцов.